Здравствуйте! Меня зовут Александр, я житель города Москвы. Пару месяцев назад я стал счастливым обладателем автомобиля KC в Кузове GD. Достаточно большая практика в плане автомобилей и, в принципе, неплохая практика в плане и работы автосервисов, и обслуживания, как и простой частник. Очень долго думал, где обслуживать машину, потому что корейцы для меня незнакомая вещь в плане автотранспорта. И было небольшое предпочтение обслуживать у официального дилера, но, тем не менее, благодаря Инстаграму, в слывающей рекламе, как, в принципе, любителю автотематики, выскочил автосервис АМЗАП. Где-то примерно недельку-две я просто анализировал, спрашивал в директе касаемо цен. И как раз ребята сделали такой небольшой конкурс, в котором я решил поучаствовать, и удача на моей стороне оказалась. Я первый, это очень приятно, так сказать, дебюты для сервиса в этой сфере и для меня в плане выигрыша. В итоге я уже здесь. По-моему, метро Алтуфи у нас тут ориентировочно. Собственно, учитывая все анализы, все показатели и все, что вообще происходит в плане ГСМ и в мире, как мы знаем, многие, у кого корейцы на это заморочены, остановился на оригинале. Это оригинальное масло Турбосин, соответственно, фильтр тоже оригинальный и проставочка под сливной пробочкой тоже оригинальная. Ребят, рекомендую, это не фейк, все настоящая правда. Я живой, я здесь, вот можете посмотреть, это реально мой личный автомобиль, он 12-го года. Я у него второй владелец и, собственно говоря, вот все фотографии эти есть на сайте и мой профиль тоже открыт, поэтому добро пожаловать. День добрый, техцентр ОНЗАП, Анатолий, все меня уже не раз видели на нашем канале, видео. Буду производить замену масла на Киа Сид. Ничего сложного, то есть в целом, то есть у нас защита, то есть замена фильтра, слить-залить масло, ну и так. Ну, сейчас все сами увидите, вкратце. Так, начнем с защитки. Защита бывает разная, как я уже успел обратить внимание. Сегодня я производил ТОН на Киа Карнивал 19-го года. Вот та была девочка. Топливный фильтр первый раз, то есть масло первый раз. Причина, почему не меняли у дилера, я не осмелился спросить. Немцы и японцы, это, конечно, хорошо, но полстраны ездят на корейских автомобилях, и многие задаются вопросом, а где же я буду обслуживать своего корейца после того, как истечет гарантийный срок. Я хочу вам порекомендовать наших друзей, компанию УМЗАП. Компания УМЗАП занимается обслуживанием и ремонтом корейских автомобилей. Также у них есть большой выбор запчастей, делают диагностику на корейцев, крупный и мелкий ремонт. Даже если у вас есть металлическая защита, ее бесплатно снимут, поменяют вам масло, в том числе и ваше, и обратно все поставят. И вы счастливы, поедете дальше. Так что, если у тебя корейский автомобиль, быстрее переходи по ссылкам в описании. В основном, по словам людей, они жалуются на персонал, то есть те, кто именно обслуживает. Нередкость, когда приходят машины, и вот это кольцо уплотнительное, снять практически невозможно. Приходится прям рвать на месте, потому что, то есть, замена на одном кольце происходила там 3-4 раза. Течи какой-то серьезной нет масла, но вот потение, то есть, есть такое, как следы, допустим, когда используется там трижды одна шайба или еще и больше. Так, что, теперь фильтр. Фильтр у нас здесь скрыт. Так, ну вот пока у нас масло будет стекать. Сейчас я схожу за новой шайбочкой и подождем некоторое время для более качественной замены. Пусть стечет. Вот у нас новая шайбочка. Как и все шайбы, имеют две стороны. Одна сферическая, другая плоская. Вот, плоской прижимаем к самой пробке, а сферической к подозу. Вот масляный фильтр. Будем сейчас прикручивать. Смотрите, наливать масло мы его не будем, но колечко, к сожалению, у корейцев не смазанное, уплотнительное. Его можно смазать как маслом, так и литолчиком. То есть, я, допустим, пользуюсь литолом. Всегда, то есть, какая-то смазочка чуть-чуть. Если мы знаем, то есть, очень часто, если делаем ТО на японских автомобилях, и если приобретаем оригинальный фильтр, то под пленочкой как раз-то вот есть вот этот за. Мазывают они фильтр. Фильтр затягиваем руками. Насколько хватает сил. Еще здесь, смотрите, когда снимаем фильтр, но я уже немножко промыл, когда снимаем фильтр, масло стекает полностью по плите поддона и по поддону попадает. И если его оставить, то будет тут налет такой масляный. Ну, сейчас смоем его просто очистительно еще. Если не лень, не есть возможность, то помажьте болты на защите. То есть, возможно, этот автомобиль приедет снова к вам, и если болт не открутится, то мучиться будете вы. Пусть это будете не вы, но все же. Вот здесь видно след, что до этого смазывали. То есть, и мы также температурной смажеской помажем. И вот здесь вот след тоже остался, что болты мазали при замене. Ну, все, устанавливаем защиту. Защита довольно такая качественная. У нее есть не только нижняя защита, но еще и боковые отходят. Такая довольно хорошая. То есть, это как и ребро жесткости боковое, так и от грязи защиты посторонние уже. Так, при затяжке защиты всегда будьте аккуратнее. Смотрите, вот даже уже здесь вот болт видно сорван, и уже стоит другой болт. Я же говорю, придется откручивать вам. Все это мучится. То есть, можно затягивать дайковертом, можно руками, но вы должны думать, каким усилием вы затягиваете. Те, кто когда-то делал замену масла, там, защитой производил, они поймут меня в этом случае, потому что иногда на защиту уходит времени гораздо больше, чем на саму замену масла. Поэтому старайтесь смазывать болты и сохранить их целыми. Оставшиеся три шестерочки мы затянем руками. Здесь вот, кстати, с этими болтами их надо выкрутить и провернуть вот эту шайбочку. Вот она загибается в одну сторону, и потом головкой практически не яйца. Мы сейчас сделаем другой ход. Мы возьмем еще две новых шайбы и вперед их пустим. То есть, первую старую перевернем. Тут новую поставим. Пробочка заливная чистенькая. Нередко встречается, что здесь прям куски нагара или чего-то. То есть, двигатели в самом. Дай туда чуть свету. Тоже чистенько. Буквально на днях Solaris заезжал. Ошибка по расхождению датчика распредвала была и шумела цепь. Пробег 320 тысяч. И открыв крышку, чтобы послушать цепь, я увидел, что там прям налет. Но это были таксисты, конечно. Но все же 350 без ремонта. Очень хорошо. Оставляем где-то примерно грамм 400-300. Сейчас предварительно сделаем замер. Вот он у нас сейчас показывает чуть выше максимума. То есть, сейчас мы запустим. Фильтр возьмет и будет чуть-чуть ниже максимума. Либо максимум. То есть, максимальный там уровень. Ну, давление масла погасло. Еще ждем несколько секунд и глушим. Так, ну что у нас? Замену масла произвели. Ничего сложного. Если есть подъемник, я мой инструмент. Потому что очень многие говорят, что да, вам легко. Да, нам легко. У нас все есть. А я думаю, ждем вас. Приезжайте. То есть, масло заменим. Очень много ходит слухов, что заливают там или вообще не меняют масло, не меняют фильтр или что-то. Нет, это вранье. Сейчас уже, допустим, такие меры, как накидки в салон, накидки на автомобиль. То есть, чистая форма и самое главное онлайн-камера. То есть, вы в режиме живого времени можете отслеживать ремонт вашего автомобиля. То есть, вы оставляете, приходите домой, можете одновременно смотреть телевизор и отслеживать ремонт вашей машины. Так, проверяем. Чуть-чуть ниже максимум. Ну что, с Kia Seed закончили. Про Kia Seed могу сказать отдельно. Автомобиль очень хороший. Очень хорошие отзывы. То есть, те, кто обслуживается, вообще никаких жалоб. Да, есть свои нюансы, как и у всех машин. Но, в целом, все отлично. И снова здравствуйте. Прошло чуть меньше получаса. Машина готова. Это непередаваемое ощущение. То, что ты оказался счастливым обладателем вот этого маленького, но очень большого билетика. Который, ну, в принципе, и сэкономил тебе денежку. И лично для себя я понимаю то, что в АМЗАП, да, здесь реально хорошее место. Здесь все подготовлено. Здесь знают эти машины. Я выслушал кучу рекомендаций, которые... Ну, не то, чтобы я их не знал, я в них не верил. Поэтому огромное спасибо приемщикам, ребятам, которые все это организовало. Низкий поклон владельцам сервиса, директорам. Это очень приятный опцион щедрости с их стороны. Все мы прекрасно понимаем, почему. Но, опять же, как я сказал в самом начале, выбрать хороший... Даже не то, что выбрать, найти хороший сервис по корейцам, даже живя в Москве, по моему мнению, с ВАО, как минимум, это очень тяжело. Потому что у меня уже есть небольшой опыт, где, ну, прямо говоря, зная, что мне нужно было сделать, меня мастер, включая администратора, начал активно разводить. Насылаясь на абсолютно стандартные болячки, которых вы, ну, как минимум, у кого есть седы на G4 FG моторе, вы прекрасно все их знаете. Поэтому от себя настоятельно рекомендую. Цены гуманные. Здесь рядом заправка, можно попить кофе, можно, правда, посидеть. Все есть, все это снимается. Вы при разрешении мастера-приемщика можете оказаться в ремонтной зоне. Если аккуратненько поставить, вы умолчите, потом зададите ряд вопросов, вам дадут рекомендации. И, кстати, очень большой плюс этой конторы, то, что здесь большая часть запчастей в наличии. И она, самое главное, оригинальна. Я, как очень большой, не только в прямом смысле этого текста, замороченный на GSM, я ради себя перепроверил оригинальную баклажку. Это действительно АЕМ масло. И, ну, наверное, короче, ребята, must have. Большое всем спасибо. Я очень рад, опять же, что я первый. Это не фейк, это все реально. У кого будут вопросы, можете мне задавать. В каждой подписи, где я буду, будет мой профиль. Вот. Ну и, соответственно, любой вопрос, а также отвечу, как и все мастера. Всем удачи и пока. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok